Всем привет, всем здравствуйте. Мы одеваемся по-фермерски, потому что мы идем на ферму собирать урожай. Мы ничего сами не садили, не сеяли, но собирать будем. Белые носочки на ферму никто не одевает. Мне телефон не нужен. Тебе нужен телефон? Чтоб картошку собирать, а потом или что ты там будешь делать? Вот, Катя, ну тогда бери. Как вам мои шузы? Еще хуже. Так, где моя волшебная туфелька? Есть, я готов. Вот это мое. Даже если там будет рыбалка, я даже могу воду залезть. Так, вот вам авоськи. Так, у нас две только. Ну, на, держи тебя. А у меня нет еще какой. А я буду собирать прямо в рот. Малинка, клубничка. А у меня шапка-ушанка. Короче, все, пошли. Где ваши лопаты, мешки там? Шапка-ушанка-ушанка-ушанка-ушанка-ушанка-ушанка-ушанка. К нам налево. Видите, там pick your own. Имеется в виду, собери сам. Pick your own. Но собери сам, это не конструктор, а это собери сам свой выражай. Так, считаем, что сегодня можно собирать. Что такое кургетция? Это курсы, что ли? Курсы. Это зукини. Потом бобы. Мороз. Тоже новое слово для меня. Мороз. Мороз, я. Бук, шпинат, сквоши. Это типа тыквы. Слышишь? И свиткорн. Сладкая кукуруза. А! А! Вот так лучше. И с той стороны, другой пикин, яблоки, сливы, малинка, плутничка. Дохлеяс. Какие-то дохлеясы. А, это дохлёвые есть. Иль, подсолнух. А это что, прибукпах? Мы прибукнули, поэтому пошли. У нас уже время. Смотрите. Кэйблитис коли флаурс, брокколи, стропперис, каррот, спиночки. Мы здесь. Нам надо сюда. Пошли искать вход. Пока. Вот фрукты, вегетаблесы и флаурс все. Дохлеясы, это цветок. Во! Вот только что сотрудник остановился и нам подсказал. Говорит, что это не просто огород, а там огромные поля. И мы будем от картошки к помидорам ездить на машине. Я перевёл, что такое дохлеяс. Это георгины. Что такое георгины? Кто знает, тот знает. Цветы такие. Значит, я на своей бентли в резиновых сапогах. Это что там, с поля на поле болото буду в бентли заносить? Нет. Значит, я не буду по болоту ходить. Я буду только там, где малинка и всякие дохлеясы. Опа. Нарву тебе букет дохлеясов и подарю. Это нужно нам собирать? Конечно, мы будем сами собирать. И нам, мы оставим черешни? Конечно. Поэтому набирайте только то, что вам нужно. Лишнего не надо. Там это черешни, но черешни уже сезон прошёл. Черешни? Вряд ли мы там увидим черешни. Уа! Итак, первый раз мы на бентли приехали в поле. Колхозники такие. Стоять, Кать. А чем мы будем собирать? Не, про то, что цветы надо срывать. Ножницы какие-то надо или ножик хотя бы. Let's get some dachlias. А я в машине, есть у меня ножик? Кать, стоп. А давай мы дохлеясы оставим на конец. Напоследок, потому что они зарянут в машине. А сейчас лук. Вон, они они. О, я не успел на поле зайти, уже нашёл лук. Немножко некрасивый, но лук. Я нашёл три. Кать, Кать, давай выбирай самый красивый, окей? Вот этот лишний, бросаться тоже не надо. Смотришь, красивый, бери, некрасивый, оставляй. Красивый! Смотрите, какие англичане лентяи. Тут даже этот лук подковырнули, подкопали. То есть только надо наклониться и взять. Ну, в супермаркете красивее какой-то. Кто-то красивый? Реально весь красивее в супермаркете. Красивее. Весь подбирали и оставили самый некрасивый. Мой красивый? В супермаркете без болота, чистенький, без ничего. А ты реально? Фрязный какой-то. Это съеденное. Съеденное? Смотрите. И вообще зачем нам лук? Это не съеденный, это какой-то комбайн. Его подкапывал и вот срезал, получается. И таких много, да. Хорошие они? Вот, смотри. Видишь, комбайн шел и закопал. Ну, он, короче, некрасивый, лук нам не нужен. Предлагаю придвигаться к подсолнухам. А можно брать подсолнух? Да, только я сбегаю в машине, поищу ножик должен быть. Ты его сам не сорвешь. Секунду. Это я вижу очень красивый лучик. Давай я подъеду к подсолнухам. О, красивый. Его не тронули, смотрите. У меня классный лук. У меня классный лук. Слушайте. Привет, фермеры. Чего? Там в конце, смотри, много красивых луков. Мы просто поленились дойти до конца. В конце реально куча лука. Он очень красивый. Ну, пошли. Сейчас я найду ножик, может быть. Иду, я проверяю, какой у меня урожай. Макс говорит, там хороший. Это тут все ленивые эти фермеры поубирали, а в конце хороший лук. Это сюда ходят не за урожаем. Сюда ходят инстафотки делать. И что, как лук? Тут очень много красивого. Красивый уже, без болота. Так, много не набирайте, реально. Что ты с ним делаешь можешь в таком количестве? Катя? Кать, тут еще другие. Там круглеты. Бри лук. Кать, Кать. Бесплатный лук. Да не бесплатный, мы за него будем платить в конце. За все, что мы тут соберем, на выезде мы будем платить. Идем. Предлагаю собрать букет цветов. Вот это важно. Давайте так. Самые красивые цветочки. Но ножик я так и не нашел. Ножик я так и не нашел, поэтому будем пробовать вот так вот. А зачем? А тут зачем красивый? Ну как зачем? Цветы, букет поставим дома. За деньги продают. Букет под солнухом стоит пунктов 10. Видела? Тут, наверное, тоже будет стоить 10. Ой, короче, ну как-то вот так. Красиво же. Да. Вон на машине кто-то только что ехал на лондровере старом. Но они собрали себе. Что ты? Я нашла такой шмель. Тут черлики. Вот тут. О, а вот толстый шмель мохнатый. Обратите внимание на Катин прикид и аромат. Я она своим луком болотным сейчас вот по футболке волозит, волозит, зюкает. Кать, не надо, надо с этим, с хвостиком ломать подальше. Сделаем себе букетик, да? Кстати, есть, заметьте, оказывается, есть с черной сердцевинкой и серединка. А есть желтый? Да, можно реально потом вернуться к солнцам. А я не знаю. Не, наверное, нет. Тут круговое по кругу проехать и все. А мы разве там ехали? Я сорвала очень красивый. Ага, окей. Вместе с лободой. А, вы знаете, что вот это лобода? Лобода это не только та, которая поет «Пора домой», а и вот она тоже. Это лобода. Сейчас, давайте с фоткой для инста. Катя, о, у Кати есть фотка с лободой. И у меня, сфоткай меня с лободой. Только это не Светлана, это просто лобода. Смотрите, я нашел очень красивый. Так, как это брать? Потому что он же колючий тут. А, нет, он мягкий. Не, не колючий, он просто пушистый. Сейчас. Только я не знаю, как его взять. Пойдите, я буду помогать. А это ты в бенки потянешь вот это. Давай. Три, четыре, один. Я просто бы хотел, чтобы было красиво и все еще рос. А уже, если ты сломаешь, то что останется уже бесполезной. Поэтому можешь не сильно жалеть. Вот, я два сорвал, но надо еще несколько. Самых красивых сейчас побудираю. Ты хочешь с корнем? Пробую, да. Макс, надо встать. Ты же сидя так тяжелее. Надо встать, ноги ровно, наклоняешься. Стоп, 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 я. Хватаешься за стебель хорошенько. Интересно, почему они будут оценивать эти подсолнухи? По одному фунту каждый или как? Я пробую уже с корнем, а не просто. Пожалуйста, ты пробуй с корнем, а я собираю красивый букет. А, у меня был с корнем, Макс. А, интересно, вот, дохлилсы вот эти сочетаются с подсолнухами, чтобы букет съел? Стой, надо обратно посадить, а то не будет больше подсолнухов. Вы помните, что у нас еще есть дохлиасы надо нарвать и много-много всего. Малина, клубника и сливы. Так, у нас Макс Халл. Реально, надо надо, дохлилсы, мне они не очень нравятся. Так, показать просто вон какие, да и все. Рядом, после поля подсолнухов, поле с крокетами. Как вы говорите, что такое крокеты? Крокуэдс. Как это переводится на наш? Куржец? Куржец, да. А, это цукини. Цукини, рядышком. Мама, будешь нам жарить цукини? Или что-то делать с ним? Рататуй какой-то. Люди, мы все желтые взяли, там еще лучше. А я, смотри, я вот с коричневым взял, один в черном, один в желтом. Еще один в черном. А, и оранжевый цветок тоже зубой. Ура! Есть! Есть! Все. Стоп, стоп. Вот это... С лобода! Это не лобода, это еще один бэби подсолнух ты поломал, выкопал. Сади его обратно. Давай, давай его посадим. Сади его обратно, чтобы он жил. А, не, давай этот маленький нам возьмем, чтобы потом нам посадить. Макс, я это не разрешу в Бентли брать. Ну, пап, я бы хочу посадить наш. Хочешь посадить? Купи семена подсолнуха, брось в землю, они сами вырастут. А вот это я не разрешу брать в машину. Надо. Не надо. Не, ну, пойдешь пешком. Окей. Я иду, сломаю еще пару подсолнухов и крокеты брать. Или все-таки взять, дохлился в маму тебя. Дохлила не надо. Хочешь и, плиз. У меня хиле. Мне нужно четыре руки, макс. Помоги, плиз. О, Кать, помоги мне, плиз. Подержи подсолнух. Поставь. Поставь. Окей. Стоп. Хорошо. Идиально. Теперь Бентли разрешит. Ой, на лук наступала. Мой букет готов. Пошли за кракуетами. Идиально. Подожди. А вы куда? Вот же жаль. Надо это в Бентли поставить. Не-а. Папа, а ну в этом. Нельзя. Плин. В гаражник. В багажник. Идем собирать. Мы уже. Чайка идет. Худрят собирать. Я не знаю, как это собирать. Папа, а как это собирать? Находишь тукини, которые тебе нравятся и откручиваешь. А где в этом тукини? А ты пройди дальше. Это же так, как с луком. Так, как с луком. Все с краю вырвали уже. Осталось только подальше. Только вопрос. Кто их будет жарить, парить, не знаю, консервировать? Вот, Катя тоже. Катя, не надо на маню. Смотри сколько. Я знаю, я хочу сорвать прям. Ага. Я сорвала. Это для городских детей, в общем, хотя бы, чтобы они выучились, понимали, как что растет. А это тебе, дорогая. Спасибо. От сердца и почек дарю вам цветочек. Спасибо. Он даже пахнет. Руки освободил. Можно загружаться цукинями. Цукини такие тяжелые. Ты все собрала? Где? Покажи мне свою табу. Так вот, свучер. Ты присматриваешь. Вот тут зажает. Вон под листиками спрятался. Смотри, вон под листиками спрятался. Ух ты. Это сорванный. Ты хочешь не сорванный? Вот тут растет, Макс. Макс хочет найти сам. Тебе помочь поносить цветочки, да? Я цукини брать не буду, поэтому могу взять цветочки. Спасибо. Кань, зачем ты их набрала? Мы за пять лет в Англии ни разу цукини не покупали. Не, пару раз жарили на гриле, но не очень понравилось. И то мы покупали бэйби. Что там? Мода какая-то. Мокрая? И как мне сейчас вот этими сапогами в Бентли заходить? А у Макса вообще переобувки нет. Ну, эти уже старые почуханные, так что. Пойдешь держать пресс? Предлагаю переходить на следующее поле. Мы застряли сильно в этих горгетах. Надо сорвать. Сорывай, только откручивай его. Его не надо рвать. Иначе ты весь куст вырвешь. Это бэйби ты нашел какой-то, Макс? Да. И он плохой, кстати. Найди такой классный, сочный. Это похоже только эти бэйби. О, смотри, совсем рву обэйбится. Ага, еще с цветочком. Да. Макс, нам нужны цукини? Да. Тут еще полей куча, ты видел список? Короче, я жду вас в машине, окей? Ага. Хотя еще цукини лови еще. Папа, только пожалуй, что не забирай подсолнуха, которая возле машины. Не знаю, повезешь его пешком. Кто? Ну, везти пешком? Да. Значит, пойти? Окей. Я нашел три больших, классных в одну. Смотрите. И они еще растут. Не сорваны. Окей, этот не сорванный. И этот тоже. Окей, вот еще один не сорванный. Цукини, такой большой. Я довольна. Это я сорвал. А это гасардал. Смотри, Папа, у меня есть идея. Я поставлю этот пакет в богатый. Это не... А где пакет? Вот этот. Это пакет ты называешь? Ну, или в короткую комбуду. Короче, комбуду достать и... Хорошо, привезем мы домой. И что дальше с этим всем? Посадим. Не надо, оно не будет расти. Пересаженный подсолнух большой, он жить не будет. Он завянет быстро. Я предлагаю это все тут оставить в машине и переезжать к следующим полям. Что там дальше? Ну, там есть еще Мороуз. Белые носки? Не, они белые. Что такое Мороуз? Давай гуглить. Я не знаю. Это кабачки визы. Патиссон. Ага. А, может мозги визы? Да, кабачок, точно. Давай не будем останавливаться. Или не брать. Так, посмотрите, все, и едем дальше. Папа. Хи-хи. Итак, что такое Мороуз? Я не знаю. Кабачок. Какой формы? Давай посмотрим. Вот такой формы. Цукини, это у них был темно-зеленый, аж черный. Оно тоже? Это тоже. Это цукини, это не то. Короче, если оно точно такое же, предлагаю переезжать дальше. Оно точно такое же. Вот это Мороуз. Бейбики, я вижу, бейбики такие, как пальчики. Это совсем бейбики. Давай что-то посерьезнее найдем, попробуем. Интересно, все наши зрители городские такие, что тоже не знают, как кабачки растут. Или есть тоже ребята, которые знают, которым это знакомо. Объеденная кукуруза, Катя. Короче, с Мароузами нам не повезло. Я думаю, это не проблема. Бейби, вижу, есть маленькие в цветочках. Это тот же как зубы. Кстати, но он вишен цвет. Это ватер-меллун. No, от него тер-меллун. Короче, есть бейби кабачок, но я не думаю, что стоит его брать. Предлагаю переезжать дальше, к чему-то новому. А красиво, стриберезки, клевер. Не только студенты, свинка. Свинок тоже кормят всякими кабачками. И люди, кстати, тоже едят. Самая популярная икра была в Советском Союзе – кабачковая. Переезжаем к следующему полю. Следующая остановка – сладкая кукуруза. Я сказал Максу, что я ему запрещаю брать в машину. Посмотри, как ты зашкрябал мне двери. Стоп, песком этим. Это ж песок, он песком шкрябал на двери. Я вижу тыкву. Кать, какая тыква, если это стоп? Мы за кукурузой приехали. Тыква? Остановка кукуруза. Цветок твой упал. Где тыква? Смотрите, какие спелые тыквы. Как они еще не ready? На Хэллоуин. Ну да, их всех уже сорвали. Короче, я наконец-то детей собрал в кучу. Мы просили за кукурузой. Но тут же опять же дикие клиенты все переломали. Теперь надо найти настоящий икачан кукурузы. Папа, там, да арт там есть. Слышь, Макс, а мы еще такие, знаешь, хитрые по дороге идем и хотим, чтобы прямо возле нас была кукуруза. Кать, не спеши ломать. Ее надо посмотреть, или она готова. Знаешь как? Не надо даже раздевать, Кать. Ее можно прощупать. Это еще все маленькое. Потолще должен быть кукуруза. Что? Там, будет, там. Вот в том дальнем поле? Да. Я на плану. Я на плану. Она твердая. Толстая. Оторвать? Если тебе надо, бери. Окей. Вот, сок пылился. Хорошая. А, букашка. Сколько у них слоей? Еее. Наконец-то. Я нашла хорошую. Смотрите. Смотрите. Вот этот слабенький. Попробуй это. Вот этот получше. Попробуй. Очень вкусно. А, ну. Так что, мы за нее платить не будем? Так сидим? Вкусно? Да. Я не понимаю, зачем в детстве нам варили кукурузу? Если ее сырой, можно есть вкусно. Ммм. Я нашла еще одну. Кать, по-моему, у тебя сильно тонкая. Ты выбирай потолще кукачан. Она еще не поспела. Так, кукурузу испытали. Идем дальше. Подождите. Я еще одну хочу. О. Короче, мы заплатили за въезд всего-навсего 10 фунтов сюда. А на выезде мы будем платить за все, что собрали. Наверное, фунтов 200 с нас возьмут. Так что, не набирайте много, а? О. А мне кажется, мы вреда здесь принесли точно больше, чем на 10 фунтов. Только Катя уже кукурузы переломала. Я вот эту нашла очень хорошую. А вот эта? Сок на моих руках. Смотри на это. О. Вот первая кукуруза у Макса, что действительно похоже на кукурузу. А ну, давай. Можно ее попробовать открыть? О, если нет. Только я. Хорошо. Давай, показывай, какая она у тебя получилась. Вау. Что-то много листьев, а кукурузы мало. Скажи. Вау, вау. О. Вот. Вот смотрите на это. О, вот это оно. Вот это похоже на хорошую кукурузу. Смотри. Вот это моя. Кать, твоя постригая. Только смотри, что сверху тут. Ну, это немножко, да, несозревшая. Ну, как бы, там не будет этих зернышек. А вот это классно. А давай ее съедим прямо здесь. Не хочешь? Если так можно. Если никто не видит, значит можно. Окей. Вот это нехорошее. Я думаю, это надо помыть. Ты же ее... От чего она грязная, если она была закрытая листьями? Это. Это вот эти волосики даже тоже съедобные. Нет, это грязь. Давай. Смотрите. Скажи, насколько вкусная. Смотрите, смотрите. Хатя, ты не везучая. Смотри, вот это везучая. А, ты пошел новый? Можно я туда едать? Короче, мне достаточно кукурузы, я готов ехать дальше. А вообще тут можно есть вот так прямо на поле? Можно, если никто не видит. Новая остановка. Фасоль. По-английски почему-то она French Beans. Французские бобы. В чем оно французское? Макс. Ты шкрябаешь болотом, не по машине. Мне бобы не надо. Фасоль я в детстве на перебирался. Тут есть еще шпинат? Мне кажется, шпината нет. Есть поле шпинатное, но оно уже все. Ты мне подожди, а я пошел за фасолем. Катя говорит, где бобы? Не вижу бобов, вон там. Здесь был шпинат, но шпинат, похоже, закончился. Бобы там. Тебе показать, как они растут? Я не хотел идти за фасолью, но придется. Потому что им надо же показать. А то дети сильно городские, не знают, где фасоль искать. А, вот, смотри. Я понял. Это не фасоль, это вот эти длинные зеленые. А, вот, 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 вот. Во! Во! Ага. Класс. Идем в конец. Зачем в конец? Вон, присядь и ты увидишь. Алло. Откормил. Откормил. Только вопрос, что мы с ним будем сделать? Или мы, я понял. Мы смешаем в одну посуду лук, цукини, вот этот, бобы вот эти. Добавим масло, чеснока и вот что-то получится. Идея, кстати. Только надо еще мясо какого-то купить. Короче, вы собираете бобы, я иду в машину, мне это не интересно. Смотрите, сколько я уже нашла. Софиа. Хорошо, собирай. Реально, зачем нам эта фасоль? А ее вообще надо чистить или прямо в стручках готовить? Хозяюшки. Вот, скажите, пожалуйста, как готовить френч бинс? А то, что мне ее же не разрешат выбросить, скажут готовь. Сейчас еще и насобирают два пакета. Потом жую ее. Говоришь, что вкусно. Смотрите, сколько я собрал. А, ты уже закончил? Да. Смотрите, сколько я. Все вот это. Давайте поехали дальше. Следующая остановка клубника. И, кстати, мы вам не показали. Оказывается, это все не просто так. Это все стоит денег. На следующей остановке покажем вам прайс, что мы еще должны за это все заплатить. Да, пакеты бесплатно. Я надеюсь, для клубники будут коробочки. Отлично. Окей, все. Присажимся, поехали за клубникой. И, сейчас. Шоу программу. Подсолнух на бенки. Мокрые прям, вода-вода. Кать, садись. Еее. Смотрите туда. Я еще не видел, чтобы так росла клубника. У нас мало времени, поэтому Макс быстро выходи. Давай, идем собирать клубнику, не наклоняясь. Она вот, на высоте человеческого роста, Катиного. Катя уже нашла коробочки. Еее. Вот, пожалуйста, это на клубнику. Там на клубнике. Хорошо. Это на яблоки, можно на клубнику, малину. Но не перемешивать яблоки с клубникой. Мы не успели на клубнику, ее закрыли. Как-то мы так долго собирали кукурузу и фасоль, что уже вечер наступил. Это нормальная клубника. Ну, закрыли проход, видишь? А что там есть? Малина. Еще там яблоки, кстати. Фух. Ты ешь малину? Угу. Кладкая? Очень. Сейчас работники идут, может спросить? Можно. Короче, малину всю съели уже. Идем сорвем пару яблок и пошли сливочек. Нет, малины. Самую спелую уже всю съели. Надо утром приходить. Это не хорошая. Ну, такая розовая, нормальная. Кстати, вот, посмотри. Будет кисленькая, конечно. Я думаю, что мы тут не насобираем ничего в коробочке. Предлагаю переходить дальше. Давай, идем, идем. У нас так мало времени. Идем сливы найдем, горят вкусные. Мне кажется. Должно быть больше клубники. Отлично, нож съесть, даже не надо ее в коробку ставить. Тут должно быть больше клубники. Нам говорил этот местный товарищ, что клубники это основное их тут занятие. Это полразбери. Там разбери. Мне кажется, это нормально. Она какая-то белая. А вы знаете, медведи тоже малину любят. Да. Все. Смотрите, там все мое малины. Мне кажется, нам даже взвешивать ее не стоит, этих 10 малинок. У меня больше, чем 10 будет. Вот, спелую нашел. Одну, реально спелую. И вот тоже. Прятанная внизу. В колючках. Может, идем за яблоками? Пошли. Мы в отделе яблок. На деревьях уже ничего нет. Зато смотрите, сколько под деревьями. То есть, уже вся саранча тут их все съела. Или струсила. Нет. Это теперь моя шапка. Где яблоки? На деревьях нет ничего. Найти, что ли, под деревом, хоть попробовать, какие они вкусные. Надо выбрать самые вкусные. Вы, кстати, в деревне не жили самые вкусные яблоки под деревом. Только надо найти красиво. О, нашел. Мне кажется, это зимний сорт яблок. Вот они. Они зеленые. Я даже не хочу брать. Дети, вы куда? У нас мало времени. Идем клубнику искать. Идем. Спасибо. Останемся без клубники. У нас 9 минут осталось на все. Опять закрыто. Закрывают. Итак, это сливы и там клубника. Быстро искать. Быстро. Они уже закрывают. Последние люди заходят. Я не понимаю, зачем нам дают эти клубники? На эти коробочки. Если смысл в коробочке, то бирай. Ну да, Пустояна. Тихоцарит. Берешь себе клубничку, свеженькую, грядочку. Красиво. И кладешь. Вот это красиво, да? Спасибо. И все. И зачем нам эти коробки? И за это платить не надо. Нам помочь собрать. О-о-о-о. Катя, я тут. Короче, с Катей надо ходить. Она нормально. Покупай, выбирай. Есть хорошая клубника, реально. Я думал, мы сейчас мелочь всякую будем собирать. А тут есть даже вкусно. Вкусно, вкусно. О-о-о. О-о-о, тут можно есть? Тебе можно. Ммм, она реально вкусная. Ты счастливая, ребенок? Какая-то может чуть-чуть плесень, не знаю, грязь будет. Вот, смотри, какая красота. А вот только цветет клубника. Это клубника? Это так цветет клубника, да. Вот цветочек, а потом вот такая вот штучка. А потом ягодка. Ну, Пау, у тебя пустая коробка? Почти, да. Да нет. Вау, Катя уже полную нарвала. Кать, а ты не пересмотришь? Надо красивые только самые выбирать. Все подряд не надо. Я самые красивые беру, а самые красные. На, давай, берем. Я подержу. Нет, нет, нет. Хорошо, я с куста буду есть. Я буду есть, потому что у меня в коробку уже не помещается. Одинаковые. Четыре минуты. Четыре минуты? Кать, ну не бери всю подряд. Вот, смотри, покрупнее надо брать. Не приглашайте Андрея в огород. Он съест все. Все мы едем. Нет, я беру новое. А я только еще и самая красивая и самая вкусная. Такой прикольный способ посадки клубники. Она всегда чистенькая, красивенькая. Не надо за ней наклоняться. А вода, смотрите, как проходит в нее. Видите? Шланг. Обалдеть, смотри, какая красота. Понял. Ну, я сейчас съем по-рубе. Три минуты. Да, сейчас. Есть еще быстрые коробочки? Достаточно. Катя, нам больше не надо. Катя забралась эту клубнику собрать. Да, больше не надо, я думаю. Это все, что ты нас сорвал? Где Катя? Это Катина коробка. Она у меня забрала вторую еще. О, нет. Кать! What? Это моя вторая коробка. Не приглашайте Катю в огород. Вот это выгодно с детками ходить. И сам наелся, и урожай домой несут. Слива. Вот слива есть, Макс. Посмотрите сюда. Вот спелая слива. Это спелая? Смотрите, это у меня. Кать, Кать, не рвите отряд. Это самая синяя. Где самая синяя? Вот наверху. Срываем ее. Делаем вот так. Смотри, смотри, смотри сюда, мама. Вот, вот. Вот так делаем. Оно такое розовое. Ммм. А, нет. Это спелое? Попробуй, быстро. Нет. Быстро пробуй, а я иду. Вот такая должна быть спелая. Возьми в руку. В руку. Возьми в руку. Я хочу сорвать немножко. А, кстати, тут выгодно быть таким, как я, высоким. Упал. Потому что я могу достать. Я могу хоть достать с него. Они зеленые. Нет. Макса, ты пробовала? Тебе дать? Это мое. Она нормальная. А что ты зеленая говоришь? И ты. Спасибо. Я нарвал. Тут уже выгодно быть высоким. Так, ладно. Давай уже паковать твой подсолнух или что-то, как ферма уже закрывается. Можно жить домой? Нельзя. Или упакуешь пакет хорошо. У нас есть пакет. У нас пакетов нет. Короче, я думаю, может на выходе сейчас там нам еще дадут оденки. Смотрите, сколько у меня клубник против Макса. Клубники. Катя говорит, как много у нее есть клубники. Смотрите, какие у меня и какие у Кать. Только что выбросила, которая плохая. Кстати, у Катера вываливается из коробочки. Кать, за нее платить надо. А если я съем, то бесплатно. Твои детки. Пошли. Заехали практически бесплатно за 10 фунтов. А выезжаем уже за деньги. Мы сейчас все взвешиваем. Вот сейчас клубники на сколько денег? Все мои. На 13 фунтов клубники. Идем дальше. Если клубника это еще окей, сливы тоже, то зачем нам вот это и зачем за него платить? Я не знаю. Я не знаю, сколько за сливы, но потом в конце в чеке. Я вставлю мой подсолнух в пакет. Давай я тебе помогу. Да, в принципе, держи. Вот так. А как же дальше? В салон ты его будешь брать? С собой везти? Да, окей. Окей, good. Да, ровиком. Так, забираем всю машину. 30 фунтов мы здесь потратили. Это меньше, чем мы думали. Короче, мы набрали 3 коробочки клубники. Вот то, что действительно для меня ценное. На 30 фунтов в магазине это было бы потешевле. А, на букет цветов, кстати, цветы тоже дорогие. Мои коробочки, потому что я клубничный монстр. Вот это королевский цветок едет с нами. Давайте остановимся подробнее на том, что мы купили. Это же не просто купили в магазине, где все красиво упаковано. Мы тут изгадились, все в болоте. Машину мыть надо, это стоит фунтов 40 мне помыть по новой машине. Я не вся в болоте, только мои носки и чузи. И читаем. Санфлауэр чистый. Мы купили букет цветов санфлауэр на 9 фунтов. Это недорого. Недорого? Отлично. Мы купили клубники 2 килограмма за 12 фунтов. Это согласен, клубника хорошая. Я 2 килограмма собрала. Недорого? Дорого. Я 2 килограмма. Клубника дорого. А зачем за нее? Ну, она вкусная, действительно. Ладно. А, еще отдельно клубники на 1 фунт он взвесил. Сливы на 3,50. Она может быть кислая, ну, не важно. Разберемся. Самый бесполезный товар кургеты. Ну, эти, как они, кабачки. На 7 фунтов мы их купили. Кукуруза 5,50, ничего, она вкусная. Френчбином на 2 рубля пойдет. Лук на руб 60 тоже, ладно. Короче. Бесполезная и дорого, это вот и кургеты. Все остальное, ладно. Стой. Ай, раз я мега шеф, я могу сделать мега салат. Вот кургеты пожаришься бабами? Да. Я сделаю салат вкусный. Будь здоров, Макс. А еще, я не знаю, будем ли мы этим пользоваться. Купон на 50% скидку на мороженое в ихнем магазине. Давай. Короче, we are closed. Ну, я понимаю, поле закрылось в 6 часов вечера. А магазин могли бы оставить работать. Они нам дали чек, где он там. Купон, 50% скидка на мороженое. А где мы его купим? Дома поедем. Поехали цветы ставить воду. Что делать с этим одиноким голубем, как-то не знаю, воином? Я не знаю. Ах, даже лободу везет. Вот, Светка с нами едет, вот, смотри. А можно, что ты меня фоткать с лободой? Вау, это лобода. Ах, это круто вообще. Это вообще сорняк. Да. Ну и известная певица Светлана Лобода. А нам пора домой. Мы идем домой. Какая красота. Обалденно, вот это достойно. Пока Макс там занимается своим подсолнухом, пробует его где-то пристроить. Мы уже вот, Катя, пробует что-то там ужинать, чтобы потом на десерт. Макарошки от обеда. Селёк. А я и до ужина, и после ужина ем клубничку, потому что она вкусная. Нравится клубничка, ставьте обязательно лайки за клубничку. Любите кальмары, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал и ешьте больше витаминов. Всем пока-пока. Мои клубники. Моя тут тоже была, кстати. Одна из коробочек моя, всё. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...